Музыка Я сдавал экзамен по МХК, в школе был такой предмет, мировая художественная культура. Я рассказывал про картины Перова, там, значит, такой госэкзамен был. Я рассказываю, рассказываю, все пламенно, поворачиваюсь в комиссию, а полкомиссии плачет. И моя классная руководительница, Константин Фоминых, она говорит, слушай, а может тебе в театральность? Как-то ты проживаешь то, что говоришь. Я говорю, давайте попробуем, я все равно ничего больше не умею. Все, я пришел и как-то меня так... А, давай, я пошли, давай попробуем. Родители как бы никаких особых планов не строили, все думали, ну, как бы инженер. Все, да, понятно, там, по стопам родителей, там, инженер либо бухгалтер, все. И когда я сказал родителям, что я поступил в театральный, был первый легкий шок. Потом мне родители сказали, ну, как бы твоя жизнь. Если ты решил свою связать жизнь с искусством, ради Бога, никто тебе препятствовать не будет. Наверное, это прежде всего жизненный опыт. Потому что артист без опыта существовать не может. Я, может быть, скажу, наверное, страшную вещь, но плохо тот артист, который не испытал сильный убой. Тогда нечего говорить зрителям. Если ты всю жизнь катался в масле, ты никогда не сможешь сыграть голодного человека. Я не говорю, что в жизни нужно испытать самые ужасные вещи. Нет. Здесь нужно испытать что-то, какую-то потерю. Когда ты ее испытал, тогда у тебя другой глаз. И когда ты боишься снова потерять человека, тогда ты проецируешь эти эмоции на своего партнера. А партнер в ответ проецирует свои эмоции на тебя. И тогда вот эти две эмоции встречаются. Это называется любовь. Что такое? Я призлый парень. Скажите. Я сама посмотрю. Каждый день, каждый день, вот так вот вечером крестишься, думаешь, нет, все, чтобы я еще раз. Да никогда вообще. Нас еще тут встаешь, так, во сколько мне репетиция? Ага, все, бежишь. Так, 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 по дороге текст повторяешь. Ага, прибежал. Отрепетировали. Потом, значит, вторая репетиция. Потом, там, хореографическая репетиция. Потом, значит, грим. Надо выходить на сцену. Приходишь вечером, ну, чтобы я еще раз. Вот оно мне надо. Ну, сидел бы где-нибудь, да, там, по штампе, марки бы приклеивал. Целая легкая жизнь. Все нормально. Но нет. Каждое утро встаешь и понимаешь, что без этого нет. Без этого ты уже не понимаешь, чем тебе заниматься на этой планете. Мы с Тетей Варей с ним даже плакали. О, над чем вы только с Тетей Варей не плачете? Помнишь, Прородаря, целый день, когда вылупился четырехногий цыпленок. Цыпленочек на четырех ногах шить не может. Конечно, его было жалко. Ничего не может, может, смотри. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова